В студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Работа над ошибками? Нет никакой избирательности. Сдал ли губернатор ежегодный экзамен и кому в крае повысят зарплату? Как вчера? Я понимал, какие последствия могут быть физиологически произойти в моем организме. Как живут ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС? С крышей? Я очень задыхалась и не могла говорить. Кто теперь помогает в регионе многозетным родителям, столкнувшимся с бедой? Диалог направленный на поиск решения проблем региона. С таким посылом губернатор края Виктор Томенко готовил отчет о проделанной за год работе. Выступление длилось целый час. Одни проблемы он называл сам, критические высказывания помечал. Оппозиция, кстати, уже назвала настоящее время в жизни края политической оттепелью. Но отчет поддержали не все. Почему? Расскажет Анастасия Дороган. 2018-й переходный. Так его окрестил Виктор Томенко. Таковым он стал лично для него с приездом на Алтай и для политических устоев края. Нет никакой избирательности. С этим общаюсь, с этим не общаюсь. Нет никакой закрытости. И это принципы Томенко, который руководил регионом лишь половину года. А отвечал он сегодня за двоих. Бывший губернатор с 13-летним опытом правления краем Александр Карлин слушал вдумчиво, небеспристрастно и небезучастно оценивал цифры с экрана. Преемник перечислял снижение показателей в промпроизводстве, рост зарплаты в среднем до 25,5 тысяч рублей. Но это по-прежнему сама низка в Сибири. Уболь населения. Но зрители были довольны тем, что слышат. Очень важно, что сам губернатор Виктор Петрович впервые, наверное, в столь высокой трибуны о многих вещах сказал сам. Другие вещи ему напоминали оппозиционеры. Впервые за долгое время за трибуны вышли представители «Яблоко». Не без юмора. Уж не в защите на то в Алтайском крае партия «Яблоко», чтобы губернатор не расслаблялся. И в заключение я хотел бы пожелать вам… А новое время Гончаренко назвал политической оттепелью. Прошедшая оптимизация серьезно сыграла отрицательную роль на миграционных процессах. Ну, судите сами, если в деревне закрыли ФАП, школу, клуб, ну, что делать? Было и чем похвастаться. За 427 сирот в прошлом году получили квартиры, в сотнях медицинских объектов провели капремонт. В будущем в трех городах края построят сосудистые отделения, муниципалитеты начнут получать доп. субсидии, а промышленность поддержит миллионами инвестиций. Если кто-то вкладывает деньги, он рассчитывает эти деньги вернуть. Это в лучшем случае вернуть, этого недостаточно, они должны быть приумножены. Отсюда вывод – есть инвестиции, есть рост. 600 сельских семей приобретут или построят жилье уже в 2019 году. 600 – это очень беспрецедненное выделение средств на эти цели. В общем-то, планы, сформированные на следующий год, это как раз и есть результат работы в органах власти в прошлом году. Губернатор получил поддержку всех, кроме КПРФ, хотя лично исполняющий обязанности председателя фракции Юрий Оснанчик голосовал за отчет, как и большинство. Кредит доверия Виктору Томенко продлен, но в следующем году ему придется отвечать уже только за себя. Анастасия Дорога, Николай Шелко, День с толком. Многодетные семьи Барнаула в очередной раз вышли на пикет. Несколько лет они требуют положенных по закону земельных участков. Сегодня участники акции решили написать письмо в Комитет Госдумы по вопросам семьи женщин и детей. Напомним, только в Барнауле в очереди на земельные участки стоит более 4,5 тысяч семей. За два года лишь 21 семья получила места под строительство домов. В 2019-м обещают выделить всего 5 участков, говорят люди. Земли вообще не выделяются. Ну, 5 земель на этот год. Ну, это же вообще смешно. В начале апреля организаторы пикета отправили петицию в администрацию региона. Обращение, которое мы подали три недели назад, да, в начале апреля, по нему пока ответ не поступил, но пришло уведомление о перенаправлении. То есть администрация края перенаправила его в администрацию города. Ну, получается, мы жалуемся на действия чиновников из администрации города. Нам отправляют тот же ответ, куда мы жалуемся. Ну, а теперь многодетные семьи намерены искать поддержки в Государственной Думе. А уроженке Барнаула Марии Бутиной остается надеяться лишь на справедливость правосудия. Через несколько часов в Вашингтоне девушки вынесут приговор. Судебное заседание состоится в 21 час по нашему времени. Родные Бутины ждали ее домой еще до наступления мая. Сейчас есть риск, что дата встречи все же сдвинется на полтора года. Мы можем только пожелания свои высказывать и надеяться на то, что это закончится все-таки в предстоящем судебном заседании. Это 26-го, как известно, намечено оно. Несколько дней буквально нужно, по крайней мере, насколько мы знаем, для того, чтобы ей прибыть на родину. Сторона обвинения в последний момент перед приговором добавила в дело мнение эксперта Роберта Андерсона, который обвиняет Марию в шпионаже. Раньше защита надеялась на депортацию девушки сразу после судебного заседания. Теперь ей грозит 18 месяцев тюрьмы. Под стражей Мария Бутина находится почти год. Ей, напомним, вменяют вступление в заговор в качестве иностранного агента другого государства. Свою вину девушка признала частично, а не исключено, что суд может назначить и существенный штраф. Отметим, что за услуги адвоката семья Бутиных уже должна более 50 миллионов рублей. В Бийске после четырехлетней реконструкции сегодня открыли мемориал жертвам радиации. Обелиск возвели еще в 2007-м. Инициатором его строительства стал ликвидатор аварии в Чернобыле Владимир Горчаков. Всего за две недели он возвел памятник на пожертвования людей. А еще через семь лет общественники выступили с инициативой реставрации. Сегодня в торжественном открытии участвовали ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и их родственники. На Алтае, как и во всем Советском Союзе, эта беда изменила судьбы многих. 600 тысяч человек погибло от облучения после катастрофы в Чернобыле. Сегодня, в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, мы встретились с ликвидаторами той страшной аварии. Есть ребята, с которыми мы были. Вот фотографии, допустим, это вот наши ребята чернобыльцы. Друзья, сослуживцы и просто знакомые. На этих фото все те, с кем Сергей Корсаков устранял аварию на Чернобыльской АЭС. Его в числе десяти человек с военной кафедры политеха отправили строить циркофаг для злополучного реактора. Троих уже нет в живых. Вся память о чернобыльской катастрофе на Алтае хранится здесь, в помещении общества бывших чернобыльцев. Тут и пропуски на закрытые объекты, и дозиметр. Совпадение, но впервые этот прибор Сергей увидел за несколько месяцев до трагедии, в туристической поездке. Когда в Венгрии были, когда переезжали из Венгрии в Югославию, там автобусы же российские были, софт-трансавтом. Когда автобус подошел, эти пограничники с югославской стороны, они с дозирметром выбежали и мерили уровень радиации. Позже эта процедура для Сергея станет ежедневной. В Чернобыле он проработает два с половиной месяца, а как только вернется, станет болеть. И тогда еще совсем молодой парень получит инвалидность. Всего из Алтайского края в зону отчуждения перебросили около двух с половиной тысяч человек. 882 из них умерли. Остальные до сих пор страдают от последствий. Я понимал, какие последствия могут быть физиологически произойти в моем организме. В результате, на сегодняшний день, я на инвалидности, у меня четыре операции на сердце, одна операция на почке. Даже спустя 33 года пострадавшим может потребоваться срочная госпитализация. Ведь взрыв радиации в тот день сопоставим с 500 бомбами, сброшенными на Хиросиму. Отметим, ученым, еще долго придется наблюдать за загрязненной территорией. Полный распад последнего радиоактивного элемента до природного материала, по научным данным, произойдет лишь через 25 тысяч лет. Ирина Харитон, Николай Шилко. День с толком. Четыре выпускника будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Они уже зарегистрировались на экзамен. Известно, что к английскому, французскому, испанскому и немецкому языкам в этом году добавятся китайские. Об этом родителям алтайских школьников рассказали на собрании в Министерстве образования. Сдавать единые госэкзамены выпускники начнут уже через месяц. Из новинок допуск к ЕГЭ теперь получат лишь одиннадцатиклассники, успешно написавшие сочинения, не имеющие долгов по учебе. Девятиклассники теперь тоже должны получить допуск к ГЭЭ. Для них будут проводить собеседование. Кроме того, один из обязательных экзаменов теперь тоже будут сдавать по-другому. Поменялся порядок сдачи профильной и базовой математики. Выпускник девятнадцатого года должен выбрать, сдает он профильную математику или базовую математику. До этого года можно было сдавать и ту, и другую. Оба варианта в этом году сдать нельзя. Кстати, стало известно, что вводить второй иностранный язык как обязательный в школах края пока не будут. Постановление отменило федеральное ведомство. Напомним, ранее этот вопрос вызвал неоднозначную реакцию как в среде учителей, родителей, так и самих учеников. Одной из причин стал недостаток кадров. Ну а в следующей истории специалисты нашлись, причем готовые работать практически без вознаграждения. Многодетным семьям края теперь оказывают бесплатную юридическую помощь. Проект краевой общественной организации «Много деток хорошо» стал победителем всероссийского конкурса и получил президентский грант. Как получить помощь тем, кому она нужна больше всего и почему возник этот вопрос? Расскажет Елена Кузовкина. Кто со мной строит дом? Я. Вперед! Сейчас у Натальи есть дом, настоящий, не из кубиков. А несколько лет назад за собственную крышу над головой женщине пришлось бороться. Трагедия случилась в 2014 году. Тогда многодетная семья Кузовлевых жила в Бийске. С помощью материнского капитала купили квартиру, сделали ремонт, готовились к рождению пятого ребенка. Но возвращаться из роддома с младенцем на руках Наталье оказалось некуда. Паводковые воды затопили и полностью разрушили жилье. И эта беда не пришла одна. Ударом для женщины стала новость о гибели любимого мужа, отца детей. Его ограбили и убили. Когда вот начинаешь объяснять, сейчас я более-менее как бы успокоилась, уже все равно еще теребить, тяжело это все вспоминать, тяжело и страшно. А тогда я совсем не могла говорить без слез, без истерик. Я только начинала что-то объяснять, у меня слезы градом, я задыхалась и не могла говорить. И вот Светлана Алексеевна меня прям так по родственному обняла, как бы была не только юридическая помощь, грандиозная была проведена со мной работа, психологическая. Светлана Алексеевна, это председатель краевой общественной организации «Много деток хорошо». Именно к ней, оббивая пороги несправедливости и коррупции, добралась доведенная до отчаяния Наталья. Уже тогда в нашем крае отдельным категориям граждан предоставляли бесплатную помощь юристам. Но далеко не все специалисты соглашались на такую работу, поскольку денежная компенсация, предусмотренная государством, совсем небольшая. В зависимости от сложности дела юрист может взять за свои услуги и 10, и даже 100 тысяч рублей. Для многодетных семей эти суммы не подъемные, а проблемы были и есть. Юридические услуги, они не дешевые. Ну, фонд президентских грантов нам на сегодняшний день оплачивает юристов, и канцелярские расходы, и все наши поездки, и командировки. Мы составляем бюджет, этот бюджет утверждается фондом, и нас финансирует полностью фонд президентских грантов. Благодаря президентскому гранту в шести городах края удалось открыть приемные правовой неотложки. Министерство социальной защиты помогает с помещениями, ищет специалистов. Только в Барнауле на бесплатный прием к юристу в день приходит до шести человек. Могли бы принять и больше, но вопросы сложные, и решать их приходится долго. Самые частые вопросы, к сожалению, это взыскание алиментов, разводы, разделы имущества. Это, ну, к сожалению, это самое основное такое вот обращение. Очень часто обращаются за оформлением права собственности на земельные участки, на недвижимость, на реализацию средств материнских капиталов. Проект краевой общественной организации стал победителем Всероссийского конкурса социально значимых инициатив. Награждение состоится в середине мая, в Уфе. К слову, сейчас в Алтайском крае проживает более 28 тысяч многодетных семей, и практически каждой из них необходима в том числе юридическая помощь. Наталья Кузовлева ее уже получила. Затопленную квартиру в Бийске признали аварийной и предоставили новое жилье. Многодетная семья переехала в Барнаул. Здесь женщина встретила мужчину, который подарил веру в будущее и помог прийти в себя от прошлого. А на вопрос, планируете ли вы еще детей, Наталья скромно ответила. Как Бог даст. Ведь много деток. Хорошо. Елена Кузовкина, Александр Андропов. День с толком. Ежегодно представители совершенно разных профессий, от врачей до таможенников, встречаются на спортивных площадках города и соревнуются в десятках видов спорта. Вот и сегодня медицинские халаты и погоны они сменили на спортивную форму. В Барнауле торжественно закрыли спартакиаду трудовых коллективов крупных предприятий и организаций Октябрьского района. Состязания стали уже традиционными. Проводятся 20 лет. Кто смог победить в этот раз? Расскажем далее. Сегодня они собрались не на спортивной арене, а в концертном зале русского камерного оркестра, чтобы послушать душевную музыку, получить заслуженные награды и просто выдохнуть. В течение всего года 12 команд, больше 600 человек готовились к спартакиаде. А в феврале вышли на старт, где показали свои лучшие результаты в стрельбе, теннисе, волейболе, плавании, боулинге и других дисциплинах. Первый раз масштабные соревнования прошли в далеком 1999 году и с тех пор ни разу не прерывались. Благодаря администрации Октябрьского района, которая чтит спортивную традицию. Я сегодня с уверенностью могу сказать, что именно в Октябрьском районе, пока вот такой формат избран, больше нигде нет. Поэтому это очень интересно. И смотреть, как состязаются, потому что здесь и полиция, и налоговая, и таможня, и промышленные предприятия, и Сбербанк. Различные направления между собой состязуются. Они настолько интересны. В торжественной обстановке чествуют, вручают памятные дипломы и кубки всем 12 командам. На празднике присутствовали и руководители предприятий, которые на протяжении всей спартакиады болели за своих. Многие предприятия не первый раз участвуют в соревнованиях, а с каждым годом сотрудников, желающих присоединиться к спортивной жизни города, становится все больше и больше. Самое интересное, что людей не так особо сложно было бы искать. То, что на предприятии много кто занимается чем-то. Когда людей узнаешь, намного проще. Они на бороцами все соглашаются. Чемпионом спартакиады уже пятый год подряд становится алтайская таможня. Она одержала победу в семи дисциплинах. Скажите, как вы? Вышел, выиграл, все. Серебро и бронза ушли сибирской генерирующей компанией, Барнаульскому станкостроительному заводу. Вообще коллектив, вот кто уже пришел в команду, они уже ходить не хотят. Им уже весь этот душ приятен. Они уже хотят, хотят и хотят. Как семья. Да, как семья. Вновь ваши аплодисменты чемпионам спартакиады. Спартакиады. Кроме памятных кубков, лидеры спартакиады получили от фонда социального содействия депутата Госдумы Александра Прокопьева подарочные сертификаты спортивных магазинов. За все время существования спартакиады в ней приняли участие тысячи человек. С каждым годом масштаб соревнований растет. Правда, такой формат существует лишь в Октябрьском районе. Но совершенно точно сотрудники предприятий других районов города тоже не прочь присоединиться к спортивному городскому сообществу. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Недорого и без очереди в Барнауле открылась новая аптека новосибирской компании, где обслуживание покупателей полностью автоматизировано. К тому же здесь и поиском нужного лекарства занимается техника. Скорость и удобство. Такой главный принцип первой в Барнауле аптеки робота Мелисса, открывшейся в формате дискаунтер. Теперь долгие очереди перед кассой в прошлом. Все благодаря электронной системе талонов. Ожидать поиск нужного товара тоже не придется. С этим справится робот. Внутри робота работают две умные головы, которые распределяют товар по полочкам. Скорость выдачи с момента подачи заявки потребителя на кассу составляет 8-12 секунд. В Мелиссе также можно заранее заказать товары онлайн на сайте. Они, кстати, представлены в широком ассортименте. Это и лекарственные препараты, биологически активные добавки, медтехника, детская продукция и огромный спектр лечебной косметики известных брендов. Самое главное, специалисты аптеки Мелисса всегда готовы помочь вам сделать правильный выбор. А цены на ассортимент вас приятно удивят. Барнаул готовится к встрече Светлого Христового Воскресения. На главном проспекте города Ленинском появились объемные пасхальные яйца. Ими украсили центральную аллею от площади Октября до улиц Молодежной. Всего установили 20 декоративных скульптур. Их росписью занимались ученики барнаульских художественных школ, студенты вузов и колледжей. Эта коллекция пасхальных яиц была создана еще год назад. И долгое время символы праздника украшали территорию Иоанна Богословской Церкви. Идея нынешней пасхальной экспозиции под открытым небом на проспекте Ленина принадлежит администрации Октябрьского района. Правда, яйца простоят здесь недолго. После Пасхи их уберут. Праздничное богослужение начнется в субботу вечером. Во всех храмах Барнаула можно будет осветить куличи и яйца. А накануне праздника к верующим обратился митрополит Барнаульский Алтайский Владыка Сергий. Понесем же пасхальную весть всем ближним и дальним, здоровым и больным, верующим и неверующим, а особенно нуждающимся в нашей помощи. Святитель Иоанн Златоуст, обращаясь ко всем нам сегодня, говорит, Богатые и бедные, ликуйте друг с другом, постившиеся и непостившиеся, вителитесь ныне. Христос воскресе, воистину воскресе. Далее о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Все новости к этому часу. Звоните к нам в редакцию 722-440. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok